всем привет ребята это видео для тех кто смотрел ранее мой канал и то есть по переварке кузов автомобиля вот сейчас осень готовлю автомобиль к зиме давайте посмотрим что творится с днищем спустя два года сейчас хочу здесь маленечко проклеить шумоизоляции чтобы меньше было шума двигателя и от коробки в общем ребята это видео для моих старых подписчиков кто смотрел про этот автомобиль вот этот провод писается ну и вот ребята видим состояние принципе все так же как и было а ну вот маленчик есть маленько микротрещина ну это это в этом мастике уже потому что толстый слой так принципе ребят смотрим все еще все четенько ни одной ржавчины нет вообще крепенько снизу тоже что показал там не знаю ну и в принципе все ребятки сейчас буду здесь клеить полностью на тот момент у меня шумка закончилась ну его друзья в общем проклеил как мог ушел целый лист в общем два слоя наклеил ну по моему опыту да знаете чем больше наклеить битумной шумоизоляции тем как бы знаете становится как вот в бетонном помещении намного тише чем клеить всякими вот материалами еще поверх можно наклеить но так будет дороже этот самый такой дешевый рабочий способ итак ребята всем привет это видео посвящено группе лишь 2717 в общем вот такой вот автомобиль сейчас расскажу проблемку проблемка в следующем качалка колесо насосом и через прикуриватели и в общем-то под черным ящиком сплавились провода задымили отсюда задымила из салона очень много дыма потом отказали габарит фары в общем все отказала короче к чертям собачьим и что я в общем разобрался здесь почистил саму плату в общем провода восстановил были оплавленные провода теперь я вот сюда врежу предохранитель в 10-1 провод идет черный в общем здесь я запарился если я еще буду сюда лезть я обязательно сниму про это видео в общем там есть провода в группе есть 2717 в группе вконтакте есть дальше в чем суть видео ребят суть видео в том то что я очень много времени потратил в интернете искал информацию как подключить замок зажигания у меня замок не сгорел я купил вот такой вот замок вот ребят я хотел поставить новый замок но новый замок вот здесь вот была щель миллиметра 34 он не садился пришлось вот эту часть взять от старого замка где вот надпись лишь или где-то она выбит а вот лишь от старого замка но на вот этой вот части на вот этой вот пришлось точить один такой вот бугорочек кругленький вот напильником вот на этой части и вот эта часть от нового замка села прям идеально естественно новый замок нужно разобрать смазать собрать там есть еще одна такая штучка я тоже поставил от старого замка она металлическая здесь пластиковая в общем дубль 2 и в чем суть суть в том то что новый замок нужно обязательно разбирать смазывать собирать но саму контактную группу не лезьте не трогайте лучше туда не лезть ребят лучше а если она если замок новый то она рабочая дальше все это собираем стягиваем все замок работает и блокировка руля тоже работает в общем ребят на новом замке вот такой вот разъемчик вот такая распиновка она правильная то есть все должно быть вот так как есть желательно показать бы еще там конечно вам но в принципе вот продают замки по крайней мере он стоит 500 рублей на и шкоду и так ребята дополнение распиновка с проводки автомобиля контакта у меня сейчас совсем другая так что делайте по-своему я оставлю кнопку так я узнал очень много информации про этот автомобиль то что плавится контактная группа и нужно делать разгрузку контактной группы замка я с этим заморачиваться не буду я просто куплю такую знаете кнопку такую топовый до нормальную поставлю куда-нибудь сюда потому что автомобиль у меня ну я зимой люблю маленечко получать адреналина потому что зимой на моете не покатаешься это во-первых дрифт это раз и музычка здесь музычка установлена такая но планы по музычке очень грандиозные в общем есть такая мысль ребят поставить сюда такие к такую вашу колонку собрать огромную сюда там не знаю суммы верно тысяч наверное на 15 20 тысяч рублей в общем сумму у меня я почитал уже все посмотрел вот купил глушак тоже тут я поел здесь эту проводку уже три дня 4 дня сегодня пятый день и ребят еще такая проблем когда видим у меня датчик топлива блин вот пока не постучишь говорится вот датчик топлива при включении зажигания посмотрите вот сюда вот он сразу ходит вправо такого не было вообще эта проблема появилась только вот когда у меня задымилась проводка я пока не знаю что это может быть чем это связано и ребята еще вторая проблемка появилась при включении света вот противотуманка не горит она должна гореть сзади сзади не горит вот еще одна проблемочка скорее всего когда когда я лазил по черным ящикам у меня там вылетели несколько проводков с одной фишки или с двух по моему 23 проводка я их как-то поставил то есть неправильно возможно я думаю только по этой причине это все отказал в принципе сейчас все работает сейчас ребята поворачиваем ключ все сжигание крутит все ну и вот друзья в общем то думаю то что все решено что все будет работать а на самом деле я ошибся в распиновке замка сжигания при таком варианте у меня грелся генератор высаживаю аккумулятор следовательно что нужно будет делать вам если вы будете заморачиваться также вам нужно будет отсоединить от генератора проводок который идет на щетке и соединить туда лампочку или с габарита или с дальнего ближнего света и при выключенном замке сжигания у вас лампочка не будет гореть не должна гореть вот тогда схема правильная при включении сжигания она должна у вас гореть вот ребят я это дело исправил и в принципе сейчас все нормально на данный момент когда я монтирую видео в общем ребят к чему я это вот все говорю вот эти вот все проблемки нарисовались буквально вот у меня ну самой весны как я поставил этот автомобиль начал подкачивать колеса перед стоянки такой просто и короче компрессором качал качал и у меня все задымилась и вообще его появились такие проблемы с проводкой до этого сколько ездил вообще ни одной проблемы не было справа к абсолютно ни одной да еще кстати вентилятор сейчас не включается его перемыкаю между собой провода на дачке он не включается до этого все исправно работала в общем вот такая проблемка нарисовалась ребята имея такой автомобиль российского там производства русского будьте готовы он будет подкидывать вам проблемки но в принципе когда ты этим занимаешься когда у тебя это получается это доставляет определенный кайф грубо говоря ну вот когда все сделаешь да и будешь в дрифте да по свежему снежку вот это будет кайфу ли ребят ну а пока все ребят так шумка маленько добавляется шумки все больше и больше становится в автомобиле пока у меня нету времени обшить я хотел обшить таким кожзамом такие знаете ромбики такие выпуклые везде хотел все обшить хотел сюда тоже сделать за место вот этого ковролина тоже вот такими ромбиками такой подкоричневый цвет знаете вот как на porsche на porsche до цвет такой вот коричневый такой темный ну короче прикольный цвет короче как на porsche не знаю как называется очень ребятки завтра я буду заниматься с черным ящиком буду искать там распиновку если распиновка не поможет то значит в этом в плате между двух плат перегорел к нибудь дорожка но я скорее всего и разбирать не буду если если она по моему она мир не рассоединяется или рассоединяется при помощи распайки не знаю но нам не чистейшие идеальная то есть с виду с двух сторон а там все дорожки целые возможно внутри какие-то перегорели ничего могу сказать ребят вот так вот в принципе такой движок да здесь у меня кран исправно работает сейчас нужно будет перед сезоном перед зимним сезоном поменять маслица краска в принципе хорошие ребята все держится после покраски идеальненько все прям все чики чики прям аккумулятор закрепить хочу сделать такую клетку под замок чтобы очень нормально все было в принципе автомобиля никогда не оставляй без грубо говоря без присмотров буквально на час может быть два в принципе ребятки все чё подписывайтесь ребят скину ссылку мой канал на ю тубе подписывайтесь ставьте пальцы вверх переходите в общем сейчас начинается зимний сезон зимой я езжу на автомобиле но и на мотоцикле у меня есть еще мотоцикл ребята вот он мотоцикл урал стоит пылится в общем то все все будет окей как говорится ребят подписывайтесь все я уже блин ребят запаял бак вот в этом месте вот здесь вот где в бугорочек вот видно запаял короче оловом там откуда-то появилась трещинка но я подозреваю здесь вот вмятина есть где-то что-то задел видать вот вмятинка маленького 10 вот чуть-чуть трещинка и бензин так знаете вот по капельке вот капелька вот 5 минут одна из меня все покрашено задний ресурс мазаным маслицем все как полагается только что не говорил так сейчас мне уже идут новые тросики на ручник днище у меня видим в порядке все поеду на яму вам покажу ребята все очень паял сначала пробовал так вот таким вот припоем да с плюсом блин чуть-чуть запаялась но потом что-то не берется он улова то есть не пристает к железу потом вот кислотой вот кислотой вообще прям мигом чел естественно нужно бак площадь гореть феном вообще нужно поднять по домкрате автомобиль чтобы бензин перетек но я принципе слил сколько мог все равно на донышке остается поднять полностью бензин перетекет в другой край уже после этого разогреть площадь феном зачистить щеткой наждачкой крупной и потом уже нанести кислоту паяльную можно тряпочка или чем-нибудь и уже оловом паять это и периодически надо греть вот участок феном прям хорошенько прогревать нужно феном потому что нормально не припаяется на холодный металл нужно греть участок веном обязательно такие мотопудни кстати да открыл бензобак были потому что пары выходят в принципе все ли себе еще так собрал проводку в общем сделал все нормальненько все везде скруточки пропаял то есть но скруток нету а просто провода пропаял короче припаял установил дополнительные предохранители в коробках вот такие вот купил несколько штук три штуки установил там здесь так ребята в общем на ежак вот взял вот такие вот резинки на глушитель фэйби хороший глушитель и по цене 69 рублей вот усиленные бублики так артикул вот арт 07 358 вот артикул ребят вот 07 358 gg ай аж короче вот такие вот резиночки взял несколько штук пять штук по моему и взял ребят еще вот такие вот приоровские вот они в принципе тоже мягкие но когда был мороз ночью вот минус пять я вот эти вот потрогал они такие же мягкие остаются а вот эти уже дубовые приоровские но я их тоже взял про запас про запас потому что резинки это болезнь глушак провисает потом на две части лопается и все их она новому глушителю поставлю резиночки хорошие потом чё взял контакты на 100 рублей крестовину буду менять где рулевая рейка вот прям у рулевой рейки крестовина менять свечу взял бошевские это я буду мазать флянца на глушителе когда буду ставить потом чё вот такие вот взял пыльники на рулевую рейку вот пыльники так bs 01 11 аван течь аван течь короче сам пыльник здесь идут идут такие вот хомутики хорошие нормальные хомутики принципе удобная вещь и плюс пыльник сам хороший потому что оригинальные на ищи я покупал через месяц они треснули в зиму вообще жесть ты таки знать толстые прям прям плотные прям вообще на это смазочка такая беленькая и думаю что такое неужели думаю трещин смазка ну вернее не не смазка как она идет блин для резины специально вот камеры и посыпают присыпка короче нормально такие пыльники прям их прям толстые прям вообще прям такие нормальных прям очень ребят вот потому что рулевая рейка у меня хорошая я решил пыльники взять получше потом масляный фильтр короче заказываю все на емиксе вот его артикул хороший масляный фильтр то что какой-нибудь наш на рынке на 100 рублей вот такой вот принципе должен подойти махал махли малене это не малей короче короче махли на мы в принципе все ребятки взял бочонок новый поставлю бочонок цена в 130 рублей эти по моему 52 рубля эти вы видели 69 контакта 100 свечи бочонки почему так это потом взял вот короче на клемму на аккумулятор но это не на эту машину может на нее поставлю но не знаю там посмотрим так просто взял просто увидел вот сейчас поеду ставить ребят такие вот мото будни у меня такие вот ребята мотобудни у меня раньше моды было шапки вот так вот носили все пацаны у нас такие город ульяновск так вот короче ребятки еду на есть на эстакаду на яму хотел сказать значит просто убавишь что без авторских прав вообще так громко в тачке без глушака вообще жесть в принципе ребят аппарат по кайфу могу сразу сказать мне вот нравится вот и жак отлично мне знаете он своей вот харизмой грубо говоря как мотоцикл лишь на это вот как русская техника вот как вот знаете как конструктор так ладно сейчас ребят заеду тогда очень ребята ставлю глушитель так рейки рейки говорю пыльники буду менять попозже буду делать дома вот короче это почистил штаны буду красить серебрянкой вот эту среднюю часть у меня новая но блин сейчас такие запчасти делают то что блин вообще блин пипец сюда упирается там что-то не подходит пришлось догибать самому были вообще трэш сейчас помаду короче смазочкой ребята вот смазочка может для чего вот эти вот соединение для того чтобы перезатяжки хомутов вот это кольцо села на свое место обязательно марца как вот здесь вот так и снаружи чтобы она села на свое место чтобы у вас ничего не пропускала в общем сейчас короче ставлю ребят вот такой аппарат ну бак это просто грязный он здесь я его здесь не мыл тогда все днище мыл красила здесь незачем красить потому что там уже все покрашено в общем вот ребят такая вот тачка блин делаю короче чтобы зиму ездить вообще без проблем не знать беды но блин с учетом то что иногда хочется адреналина дрифт ребята дрифт и знаете рвет полуоси блин на этом автомобиле рвет две полоси уже порвала надо мост переделать на жиговский и покупать самоблок сам блокирующий дифференциал очень как-то так ребят все занимает и 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Мне по кайфу Это, наверное, будет целое большое кино Но, в общем-то, про этот автомобиль У меня есть подписчики У кого точно такой же автомобиль Тот, кто ездит Постоянно В общем-то, что, ребят Поставил глушитель Среднюю часть новая Потому что штаны нормальные Задняя часть тоже нормальная Покрасить не успел Просто у меня нечем красить Магазин закрытый Серебрянки нету В общем-то, покрашу В следующий раз Днище прокрашено И, короче, пробрызгано Специальным раствором Я уже говорил, какой Это отработка С Керосином Ой, не с керосином Соляркой Который год уже брызгаю Каждую осень И все нормальненько Карданы нормальные Все блестят В общем, все огонь, ребят В общем, все Чики-бамбони Бак запаял Все нормально Здесь видим вообще Все черное-черное Потому что все пробрызгано Все по кайфу Рессоры Рессоры смазаны И таким образом Поддомкрачивал за кузов Сюда засовывал отвертку Просовывал И в каждую рессорину Брызгал масло Вот Хорошее И, в принципе, ребят Все Почему брызгаю? Потому что, ребята Машина мягче И плюс рессоры Не изнашиваются Потому что Ездя на ней только зимой И вот перед зимой Я брызгаю каждый год Машина становится мягче В раз 10 Сразу же прям чувствуется В принципе, все Осталось покрасить глушак Я думаю, эту зиму Я нормальненько про езди, ребят Вот Ну, лишь бы по лосе выдержали Блин Если будут дрифтовать В глушак держится Нормальненько Резиночки Огонь Без колхоза никак, конечно Ну, это Russian Auto Ну, и все, ребят Редактор субтитров А.Семкин